здравствуйте уже долгое время живу в городе бертон апон тренд который также известен как бертон он тренд или просто бертон за пивом поехали город в районе восточного стаффордшира в графстве стаффордшир в англии решил немного рассказать о городе в котором живу о его истории и о разных других местах о том что попадается на глаза рассказ видимо пойдет не в хронологической последовательности но с чего-то надо начать итак эпизод 1 дуб на площади бертона на базарной площади около церкви растет дуб это уже не первый дуб который растет именно на этом месте лет триста или еще раньше на этом месте тоже рос дуб рядом находится паб под названием старый королевский дуб этому пабу уже примерно тоже лет триста можно подумать совершенно непримечательное место но в средние века этот дуб служил местом казни осужденных убийц ведьм и других приговоренных к смерти вешали именно на этом дубу а в подвалах паба находилась темница где содержали заключенных люди съезжались со всей округи чтобы посмотреть на казни а также купить или продать что-то пообщаться друг с другом узнать новости на казнь ехали посмотреть как на праздник одно из развлечений в эпоху средневековья сейчас люди прогуливаются по этой площади отдыхают по дубам и не догадываются о темной истории этого места главная улица города хайт-стрит как уверяют некоторые историки тут проходила дорога еще с римских времен и недалеко от этого места располагался римский форт какой курс валют сегодня за один фунт дают 1 евро и 16 евро центов неплохо сносят городскую библиотеку и на самом деле зачем она нужна в сегодняшнее время гендерные вопросы вот что сегодня главное должно быть они какие-то еретические книги хотя жители города протестовали против сноса библиотеки собирали подписи подписывали петицию но слово феодала всегда решающее детскую площадку уже успешно снесли скоро построят здесь дорогие дома эпизод 2 святая мадвена когда римская империя покинула остров потихоньку стали прибывать англы и саксы и еще другие германские племена вытесняя бритов с острова примерно в это время на остров стали прибывать первые христиане из ирландии одна из такой христианкой было мадвена позже она станет святой мадвеной она была ирландской дворянкой как утверждают средневековые писания и прибыла в бертон примерно в седьмом веке она направлялась паломницей в рим но задержалась в бертоне на несколько лет на острове святого андрея на котором находимся сейчас она основала монастырь был там колодец мадвена использовала этот колодец для приготовления чудесного напитка название города бертон означает укрепленная ферма на древнем английском языке и появилось это название место с приходом мадвены в то время это было на территории королевства мерсия мадвена построила здесь часовню имени святого андрея вода из колодца обладала целебными свойствами как уверяют старинные записи монахов мадвена варила чудотворный напиток добавляя различные целебные травы напиток имел огромную популярность среди местных жителей они с радостью принимали христианство которое исповедовала мадвена известно что многие могли видеть и общаться со святыми если много выпивали этого напитка позже этот напиток получит свое название это эль позже на острове был построен монастырь монахи продолжали пользоваться колодцем варить чудесный эль монастырь был успешно сожжен викингами в девятом веке только с тысяча второго года начинается восстановление монастыря монахи-бенедиктинцы строят новый монастырь но уже основательно не на острове а на берегу строят из камня на века как им казалось монастырь был огромен являлся видимо одним из самых больших монастырей в англии но генрих восьмой испортил всю малину это дерево гинго билоба родом из восточной азии видимо привезенная монахами предполагалось что дерево обладает магическими и целебными свойствами мы видим сейчас деревья которые выросли из корня первоначального дерева а это похоже секвойя интересно откуда она здесь вот на этом небольшом острове располагался лагерь викингов или как тогда их называли данный остров называется брод холм про историю бенедиктинского аббатства я расскажу в следующих эпизодах аббатство просуществовало более 500 лет и заслуживает внимания если вам понравился этот маленький рассказ от моего имени поставьте лайк пожалуйста если не подписались на мой канал то подписывайтесь пожалуйста по написанным комментариям под видео я пойму продолжать ли мне рассказ о бертоне далее спасибо за внимание удачи видео озвучено с помощью искусственного интеллекта а Продолжение следует... Продолжение следует...